С приходом весны также в Якутске растет число травматизма из-за гололеда. Как обезопасить себя и своих родных в этот период, расскажет Мария Анна Кутукова. Леонид Антипин подскользнулся на тротуаре и сломал лодыжку в начале этого месяца. Буквально накануне ему сделали операцию. Это случилось напротив пятой почты, где тротуар из плиток сделан. Сейчас закатан и под низ такой маленький скат. Буквально на 20-30 сантиметров подкатил, нога ударилась и все. И лодыжка сломалась. Еженедельно в травматологическое отделение республиканской больницы обращается порядка 30-40 человек. С начала этого года к ним поступило 393 пациента. Число обращений и поступлений ежегодно растет примерно на 100 человек. Например, скидывание снега поступило. Упали с высоты. Трое человек поступили за это время. Во время каких-то спортивных соревнований на дождь не падают люди. На катках люди сейчас падают тоже получают. А более пожилого возраста люди, они как бы все равно получают травму дома. Падают с высоты своего роста. Сейчас в дневное время суток ходить по улицам достаточно легко. Однако, когда наступает утро или вечер, становится очень скользко. При таких случаях, чтобы ничего себе не сломать, лучше научиться правильно падать. Если человек идет прямо, спотыкается и падает вперед, то желательно приземляться на не прямые руки, а самортизировать свое падение с помощью рук. То есть, например, вот вы падаете. Раз. Все. Ваше падение будет самортизировано. Тем самым вы себе меньше всего вреда нанесете, травмы. Если падаешь на прямые руки, весь удар и все пройдет по рукам дальше. То есть, можно получить и травмы вывих плеча, переломы и так далее. Если вы идете прямо и падаете назад, то следует как можно шире раскинуть руки, чтобы уменьшить силу удара и не приземлиться на локте. Следуя этим простым правилам, вы сможете уберечь себя от переломов, ушибов и сотрясений. Одевайтесь по погоде и будьте внимательны на дорогах. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.